привет еще это planet crafter и мы продолжаем короче в прошлой серии мы нашли с тобой ядерные какие-то коллайдеры которые что-то могут синтезировать в комментариях дописали типа бери стержни тащи их туда и толкай ну еще и суперсплав еще захвати короче экспериментируй вот он это бандурина называется на генератор термоядерного синтеза очень заумно я даже не смог вспомнить как точно и пробуем вставить сюда стержень кто-то говорил что нужно как-то запустить эту фигню на например стержнем но нет стержень этот не вставляется это тоже не вставляется суперсплав я к сожалению по пути не нашел короче суперсплав тоже в эту бандую ну не кладет сюда видимо нужно что-то другой на счет разобрать вам попробуем просили разобрать еще нет она не разбирается к сожалению а было бы интересно посмотреть из чего она состоит ладно с этой штукой мы разобрались теперь нам нужно идти вон туда добрались добрались до этого телепорт кольца. Но мы его уже обшарили в прошлой серии, поэтому она нам сегодня неинтересна. Нам интересны каньоны, которых здесь очень много. И они, конечно, небольшие, но нам любопытно, что в них скрывается. Где эти каньоны? Вон, уже вижу. Вон там каньон. Сейчас мы спустимся. Этот каньон был забит льдом. Возможно, там уже подтаяло и можно как-то пролезть. Давай сейчас спрыгнем. Али-оп! Чуть ноги себе не сломал. Ну, что у нас там? Вот в этой пещерке. К сожалению, нифига не видно. Еще плохо подтаяло. Какая? Уже везде лед подтаял, кроме этой пещеры. Что очень странно. Ладно, идем в другой каньон. Он тут по соседству. И там мы видели небольшой спутник валялся. Возможно, там есть интересное деталь. Кажется, здесь. Нет, не здесь, но там есть бункер. Пойдем-ка спустимся. Посмотрим, что там у нас в этом бункере. Включаем свет. Ого! Ого, какие интересные штуки. Можно разобрать? Нет, нельзя. Хм. Это штука для посадки растений. Посмотрим, что в ящике. В ящике, давай посмотрим. Ух ты! Ух! Стержни суперсплавы! Офигеть! Вот это я удачно наткнулся. И куча воды. Тогда лед мы здесь оставляем, а воду забираем. Растения 150, 150, 200. Ну, растения такие... Вот это вот заберем, которое 300. Ммм... Давай-ка поедим немножечко, хотя у меня с едой все в порядке. Давай водитель выпьем. Выпивай водитель. С кислородом проблемы. Понятно. И почитаем сообщение. Прошло 6 месяцев после крушения, а я едва выживаю. Моя главная цель построить ракету и навсегда покинуть это место. Эта планета проклята. Я чувствую это. Мне придется вернуться на место крушения. Я думаю, что там была секретная комната в отсеке управления. Разрушаемая стена где-то рядом с главными экранами. Но это было давно, я почти не помню. Опачки! Секрет! Секрет! Кстати, мне в комментариях тоже об этом писали, про эту секретную комнату, что в том главном корабле есть стенка, которую нужно разобрать. Ммм... То есть нам придется вернуться обратно на тот корабль. Блин. Я уж и забыл про этот комментарий. Только сейчас вспомнил, когда прочитал вот эту записку. Ладно, пополним сейчас кислородик и вернемся за спутником. Вон он лежит, кстати. Я так полагаю, если мы не нашли труп выжившего, значит он выжил. Он построил ракету и улетел отсюда. Либо он... Где-то застрял на том корабле главном. А мы сейчас возвращаемся к спутнику. Вот он лежит. И посмотрим, что мы здесь имеем. Спутник. А, это просто спутник. Здесь куча солнечных панелей и как бы больше ничего. Открыть обломки. Его можно вскрыть. Ну давай посмотрим. О, вот это все надо собрать. Ириди фиг с ним. Суперсплав мы обменяем на что? Железо выкидываем. Суперсплав забираем. Иридиевый стержень тоже надо обменять на что-то. Например, например, что же, что же. Давай здесь оставим гриб. Стержень заберем. Хотя гриб можно было сажать, но да ладно. И воду я бы тоже забрал. Поскольку на планете сейчас лед весь потаял. Так как температура высокая. И льда в песках. И вообще, где бы ты ни было на планете сейчас в чистом виде не встретишь. Кроме как в пещерах. Потому что в пещерах там все-таки прохладно. Все, вроде бы здесь все зачистили. Возвращаемся. Хотя я бы еще дальше сходил. Но у меня с кислородом проблемы. Давай-ка мы сделаем вот так вот. Я сейчас тут все повыкидываю нафиг. Алюминий. Мы построим здесь еще один бункер. Вот так вот. И дверки. Набираем полный легкий кислорода. И бежим дальше. Только алюминий надо забрать. Потому что с алюминием тоже напряг. И он нам нужен. Значит хочу пролететь дальше немного еще. Вон туда. И посмотреть что там. Уверен там тоже много всякого интересного. Ох ты нифига себе ящик нашел. И что же. Блин суперсплав. Так как так-то мне фартить на суперсплавы. Ладно бутылку воды оставим. Может на обратный путь. Вот. И тут что-то интересное. Прям очень любопытное. Посмотри как камни тут складываются. Их таких много. Буквой А. Ох. Это что зимний биом какой-то прям. Цвет такой невероятный какой-то. Что здесь? Что это за пустыня? Куда это я прилетел? Обалдеть. Ну ладно полетаем. Мне бы возможно здесь пригодилось еще один жилой модуль построить. Вон ящик вижу. Так. Я думал что я уже все биомы обыскал. Но нет. Есть еще один. Удобрения. У меня его достаточно. Давай все-таки. Нет удобрения не буду брать. Удобрения мне не нужно. Что это за биом такой? Что здесь у нас есть? Железо. Все как в обычном. Но что-то тут наверняка есть уникальное. О. Смотри. Капсула. Такая же капсула как у меня. И разогреватели планеты. Такие же и бункер. И жилые модули. Да здесь. Да здесь кто-то был. Жил. Ничего себе. Надо фоточку для превьюшки сделать. Так. 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 В капсуле интересный кислород есть? Кислород. 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 Прикинь не работает нифига. Но можно сообщение почитать. Но мне сейчас очень нужен кислород. Поэтому расчехляемся. Давай выкидываем алюминий. 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 Супер сплав. Все выкидываем. Давай. Титан. Это что? Не знаю. Титан. 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 Железо. Еще железо. Кремний нам пригодится. Титан. Еще тоже пригодится. Давай забирай быстрее. Узо. Выжили. Построились. Выходим и пойдем смотреть. Что же там за уголок выживальщика. Сперва. Сперва. Мы наверное почитаем сообщение. Которое здесь написано. Можно вот эта штука? Нет. А в ящике что? В ящике ничего. Значит. Добро пожаловать на назначенную вам планету. Вашими. А. Прикинь. То же самое что и у меня. Год 3055. То есть. Сюда уже ранее отправляли людей. И как мы видим. Справлялись они так себе. На этой планете. Я не первый. Я не первый. Разобрать это все я не могу. Интересно. Сюда можно? Можно зайти. Но чтобы зайти надо разобрать вот эту штуку. Так. Здесь микрочип есть. Чтобы выкинуть. Титан выкидываем. Микрочип берем. Открыть флоростенд. О. Нифига себе. О. Рэма. 450. Надо бы забрать. Я даже уже не знаю что выкинуть. Ну давай осми. Осми выкинем. Вот. Пойдем в следующий. Жилой модуль. Он вон там. Его хоть достроили? Вроде достроили. Но внутри ничего нету. Внутри. Хотя как нету. Вот что то есть. Посмотрим. Здесь у нас семя. Блин. И столько. Суперсплава. Огромная куча. Огромная куча суперсплава. Здесь еще и бункер есть. В бункере. Здесь жил человек. Сразу видно. Здесь еще и несколько этажей. Снова микрочипы. Блин. И уран. Как же я удачно зашел. Давай почитаем что он пишет. Прекрасно. Кто бы мог подумать что место моей посадки окажется настолько плохим. По крайней мере ничто не мешает начать реформировать этот здоровый безжизненный булыжник. Уж это мне точно по силу. Все что от меня требуется это следовать инструкциям. Надеяться на хорошую погоду и отсутствие метеоритов. Ну это не так уж и трудно. Интересно он выжил или нет. Давай спустимся вниз. Ого. 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 Да тут несколько этажей. Но мне надо вернуться обратно пополнить кислород. Так. А где мой жилой модуль? Я запутался. Запутался я мальца. Алюминий здесь. Мой жилой модуль где-то здесь был. Вон оно. Надо сделать маяк. Прям капец как маяк надо сделать. А может быть даже не маяк. А еще и сейф. Шкаф для хранения надо сделать. Так. Ну сперва давай мы тут все. А. Микрочипы же можно. Да. Микрочипы можем сразу сейчас изучить. Если я все грамотно сделал. Давай короче здесь обживемся немножечко. Весь суперсплав я выкину. Значит что нам нужно? Нам нужно. Шлепаем его вот сюда. Несмотря что у меня навесной. Парящий в воздухе. Жилой модуль. И изучаем эти чертежи. Получим новый чертеж. Реактивный ранец Т3. Но это будет мощно. Получим новый чертеж. Картографическая ракета. Что-то новенькое. Не с GPS датчиком. А картографическая. Она будет рисовать всю карту мне что ли? Хм. Вопрос. Теперь шкаф нужно сделать. Железо. 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 Огромная куча железа. Шкафчик готов. Шлепаем его вот сюда. Забираем весь суперсплав. Так. Теперь нам понадобится верстак. То есть станция сборка Т2. Ну в простонародье все-таки верстак. И он у нас тоже имеется. Теперь кстати при постановке предмета или какой-то конструкции стрелочка показывает где передок у нас у этой конструкции. А я уже раскрыл рюкзак Т5. Т5 рюкзак. Это же слишком мощно. Какого размера он будет если тут и так. Вон смотри сколько ячеек. Ладно. Не важно. Мне нужен кислород. Мы делаем кислород. Потому что неизвестно сколько в том бункере этажей. И мы сейчас отправимся в этот бункер. И будем спускаться в самую его глубину. Ну что? Понеслась? Нелегкая. Значит еще раз. Еще раз. Микрочипы забираем. Суперсплав урана. Ну вот это можно оставить. Это я читал. Спускаемся еще ниже. Так. Здесь он пытался растить всякую растяжку. Ну растяжку растения в смысле. Растишку хотел сказать. Но почему-то растяжка сказалась. Здесь тоже. Можем почитать. Что у нас тут? Это оказалось сложнее чем я ожидал. Снаружи токсичные. Семена они всходят из-под земли. Блин это же логично. Ты видел какая там на поверхности? Едкая среда. У меня там глаза слезятся. Хоть я и в скафадре. Согласно моим расчетам необходимо примерно 2 года. Чтобы процесс терраформирования привел планету к оптимальному состоянию. Мне лишь нужно продержаться до этого момента. Старик. Ну ты загнул. Я тут за 5 дней. Да ладно. За неделю. Я тут терраформацию уже настроил. Хотя неизвестно сколько я здесь нахожусь. Есть у меня часы? Да не. Нифига у меня нету. Может я здесь уже реально больше 2 лет. Так мы спустились на последний ярус. Наверное. Это его кровать. Нифига себе прикольно. А тут он обжился. Интересно очень. Еще один микрочип. Водички возьмем. Супер сплав заберем. Там у нас 7 лирмы. Ну давай компик почитаем. Что пишет? И где мне взять еще иридия на этой планете? Чувак. Ты не нашел иридиевую пещеру. Ты однозначно тусил на одной площадке. Кстати я сейчас отдохнусь. Надо попить во-первых. А во-вторых кислородика вдохнуть. Значит. Он говорит. Я обследовал каждый уголок и все безуспешно. Везде лед. Ааа. Я же иридиевую пещеру нашел потому что растопил лед. Точно. Точно. Важно найти хоть немного чтобы продолжить нагревать планету. Снаружи все замерзает. Надо выспаться. Завтра станет лучше. Этот приговор бесчеловечен. За столь неназначенное преступление. За что мне все это? Короче. Этого чувака зовут Сяо Дань. Какой-то китаец или японец. Не знаю. Вон снизу написано. И его тоже за какой-то приговор отправили на эту планету в наказание. Как и меня. То же самое. Единственное странно что здесь все как-то. Может. О еще ниже можно спуститься. Если бы я здесь наверное поставил что-то электрическое. Возможно это бы все заработало. Но не факт. Не факт. Хотя и без электричества работал верстак у меня. А здесь верстак есть. Но он наверху где-то был. Но он все равно не работал. Поэтому шкафу я облазил все. Шкафу я все облазил. Ладно. Давай еще сюда заглянем. Ну. Короче. Как мы выяснили. А. Это подъем наверх видимо. Куда-то наверх. Ладно. Так. Откуда я пришел? Подожди. Я отсюда? Нет. Я не отсюда. Я пришел вот отсюда. Но здесь есть спуск тут. И там. Короче. Что я хотел сказать. На этой планете я не первый. С такими приговорами. А. Это склад у него. Здесь уран. Обязательно заберем. Космическую еду возьмем. Ну. Запасы у него такие. Нечошные. 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 Супер сплава. У меня теперь полные штаны. И еще отдельное ведерко. Теперь давай сходим вот сюда. Это где я очутился? Еще двери. А что за ними? Страшновато как-то. Я разбираю обломки. У. Что это такое? Шо-шо-шо-шо. Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо оставить. Мало ли. Вдруг мне пригодится построить бункер. Нифига себе, что он с психу тут... Смотри. С психу тут весь корпус обклеил. Этими экранчиками. И на каком-нибудь экранчике что-нибудь, да может быть написано. Записка какая-то. Жесть. Он безумец. Офигеть. Надо это сфоткать. На память. Так. У меня кислород еще оставался. Да, есть последний баллон кислорода. Смотрим, что здесь. Уран. Короче, я думаю, что нет смысла заморачиваться с прочтением всех планшетов. Возможно, тут где-то что-то было. А вот эту стенку можно разобрать? Разобрать обломки. О! 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 Секретная стенка. Так. А стрелочки что-то показывают? Может быть, я не знаю. Может еще что-то разобрать можно здесь, а? Да нет. Ладно. Читаем последнюю записку. Вы послали меня сюда умирать. Вы знали, что это невозможно. Вам абсолютно все равно. Все, что вас интересует, это прибыль и колонизация. Все, кто считал, что это была хорошая идея, идите к черту. План никогда не заключался в прощении. Будь проклят, Сентинелла Корп. Короче, скорее всего, он погиб. Он погиб. Ох, блин. Ладно, железо давай уберем. Железо убираем, убираем, убираем. Берем вот это. Это цветок. Это цветок. Ну и в принципе все. Воду можно взять еще. Все с кислородом, все. Ясно, обидно, что чувак конечно не выжил. Специально забаррикадировал вот эту стенку. Там наверху больше ничего не почитать. Да. Блин, а интересно было читать его, ну как он выживал здесь. Ну странно, что я смог это сделать, а он нет. Может у него технологий на то время было недостаточно. А я пройти тут не могу, блин. Забини. Все, надо отсюда выбираться. Надо как-то выбираться. Так, теперь наверх. Подземный лабиринт, блин. Это я удачно заскочил. Да, обидно, обидно. Конечно, столько усилий все потрачено. Ну вот разогревателей тут, конечно, крайне мало. Очень мало. Ему, видишь, среди не хватало. Ну, вписал об этом. Ладно, посмотрим, какие я микрочипы нашел. Что там за чертежи? Сейчас взглянем. Чертежи, чертежи. Что ж открою я на этот раз? Целых четыре штуки. Итак, нет чертежей для расширения. В смысле нет? В смысле? Вот, я сколько чертежей нашел. То что? Неужели я все, все, я все изучил, получается? Странно. Походу все, я все изучил, все чертежи. Я все нашел. Даже больше. Короче, нужно как-то принести вот это вот еще все. Ну вот стержни заберем. К любому. Вот это заберем. Вот это заберем. Супер сплава. И так вагон. Маленькая тележка. Это выкидываем. Почему я все выкидываю? Я хочу это все убрать вот сюда. Чтобы это тут было. Оно все выкидывается. Ну так. Все. Это место мы оставляем на потом. Давай-ка мы еще слетаем в ту сторону. Посмотрим, что там. И будем возвращаться к нам. Домой. Все. Рига еще начал. Огроменную пещеру, которая во льдах. Здесь это что такое? Иридий. Сера. Иридий. Блин. Проблема в том, что пещера-то огромная. Вот тут что лежит? Что это такое? Непонятно. Блестяшка какая-то сверху. Пещера-то огромная. Она еще внутрь туда уходит. Дико любопытно посмотреть, что вот там вот за льдами. Но у меня уже кончается кислород и надо бы как-то отсюда бежать.